Привычная глазу картина. Маршрутное такси, игнорируя многие правила дорожного движения, летит по полосе. Вопрос этих нарушений поднимался в ГИБДД неоднократно. Однако до сих пор на просторах интернета каждый день появляются новые ролики о таких водителях. И сколько бы сотрудники госавтоинспекции не проводили тщетных мероприятий, число нарушений не уменьшается. В последнее время, например, применяется скрытое патрулирование. С помощью средств видеозаписи сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения, а затем приглашают водителей для беседы. Несмотря и на это, пренебрежения правилами ПДД продолжаются. Традиционными нарушениями водители маршрутных транспортных средств стали поворот нестой полосы, выезд за стоп-линию, остановка на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пренебрежение ремнями безопасности и управление транспортным средством, которым запрещена эксплуатация. Три месяца назад в управлении ГИБДД проводилось открытое совещание с представителями перевозчиков, где приняли очень необычное решение направить водителей маршруток для сдачи теоретического экзамена ПДД. 12 водителей, поддержав инициативу сотрудников госавтоинспекции, прибыли на проверку теоретических знаний. К сожалению, только треть от принявших участие в проверке успешно прошли испытания. Водители маршруток пошли навстречу и нашему телеканалу, также ответив на несколько простых вопросов. Где нужно останавливаться на перекрестке? Перед светофором. До светофора или до стоп-линии? А если не от стоп-линии? До светофора. Перед светофором? До стоп-линии. А и при отсутствии стоп-линии? Пять метров от светофора. Ну, от столба светофора. Где разрешена посадка и восстановка пассажиров? На остановку. Там знак висит на синем фоне, автобус. На остановку. В строго отведенных местах на остановку. Что нужно делать при ДТП? Сейчас? Ну, да. Ну, я вызываю комиссаря аварийного. Доставать свои телефоны, фотоаппараты, фотографировать все, снимать за этот. Ну, где-то отмечать надо будет, а потом все в ГАИ и туда ехать самим вдвоем. Вызвутик аварийных комиссаров? Остановиться, включить аварийку. В смысле? Посмотреть, если там пострадавших нет, выставить знаки. Самое главное – помнить, что выполнять правила дорожного движения должны не только водители маршрутных такси. Каждый водитель обязан следить в первую очередь за самим собой. По отношению к нам никто правила не соблюдает. Первый пункт не выпускается остановок, и никто об этом даже не знает, не подозревает, что мы имеем преимущество. Второй пункт – все остановки забиты стоящим транспортом, что создает аварийность при посадке и высадке пассажиров.